Танк западного блока Танк западного блока Танк западного блока Вращается по всему радиусу, углы горизонтальной наводки у вас ограничены, учитывая, что этот танк очень быстрый и вы часто будете максимально быстро смещаться из позиции в позицию и даже при небольшом довороте корпуса вы можете почувствовать нехватку углов горизонтальной наводки или же когда вражеский танк движется с очень большой скоростью. Помимо этого у танка есть проблемы со стабилизацией именно не самого прицела, а именно камеры. Напоминаю, что танк очень легкий и очень быстрый и к сожалению его просто нереально трясет по неровностям. Ну или же когда вы неслись с максимальной скоростью 80 км в час и вам срочно надо остановиться, ваш маленький корпус начинает штормить из сторону в сторону как неваляшку. И казалось бы, когда ваш танк имеет минимальное время сведения, вы могли бы сразу с вертухи стрельнуть в свой ПТУР, вам ни в коем случае нельзя этого делать, потому что очень часто после раскачки вашего корпуса ваш ПТУР может улететь в землю или же полетит слишком высоко и вы не сможете перенаправить его уже на вражеский танк. Другими словами, несясь на полной скорости на этом танке и увидев подходящую цирь, остановившись, вам придется задержаться на пару секунд, чтобы ваш корпус стабилизировался и вы смогли сделать более комфортный выстрел. Также недостатком танка является малый запас прочности, всего лишь 2700 очков и это в третьем периоде на абсолютно картонном танке. Данная ПТХа уходит в ангар после двух ПТУРов, но и даже если вы схлестнетесь с обычным тяжем, который стреляет просто бобсами, как правило топовому танку за счет его ДПМа хватит всего лишь порядка 30 секунд, чтобы разобрать вас. Так что в плане выживаемости у этой ПТХи есть проблемы, единственное что вас спасает это компактные размеры и быстрая скорость. Эта ПТХа на полной скорости действительно очень сложная цель, даже самые точные танки и опытные скилловые игроки не всегда попадут по этой бешеной табуретке, несущейся со скоростью 80 км в час, кружащая вокруг вашего танка. Так что при игре на Вейзл 1А1, ваша наглость и эффект неожиданности не раз сыграют вам на руку. Скажу сразу, что данный танк явно не для всех. С одной стороны на нем можно играть более аккуратно, ПТШа из кустов, но при этом надо понимать, что ПТУРы достаточно медленные и у многих танков в третьем периоде высокая максимальная скорость назад, что позволяет ему за это время, пока ПТУР долетит через всю карту, заехать за угол в укрытие. А для упоротой и более агрессивной игры требуется все-таки скилл. Но все же, если вы любите и умеете играть на ПТУРах, у вас есть опыт игры в третьем периоде, ну или например вы играли на Онтасе и имеете желание подружиться с управляемыми ракетами, то я думаю Вейзл 1А1 не сразу, но через какое-то время уже начнет вас радовать фармом и результативными боями. Забегая вперед, скажу, что по фарму данный танк меня очень сильно порадовал. Играя на фулл голде, в среднем за бой вывозил по 200-300 тысяч серебра, при этом я не делал какого-то большого настрела, ведь в третьем периоде мне играется достаточно сложно. Самое интересное, что этот танк благодаря вашей агрессивной игре очень хорошо помогает вам насветить. Те, кто смотрели стрим, я думаю, видели бой на Аль Алимене, где у меня получилось насветить 9700. И стрельнув всего лишь порядка 3500 урона, с таким результатом я вывез порядка 330 тысяч серебра. Так что фарм на этом танке даже на фулл голде не напряжный, он не претендует на рекордный, но доходностью этого танка, учитывая его геймплей и снаряды, на которых я играл, я доволен. Что касаемо характеристик танка, то напомню, что запас прочности у нас 2700 очков, танк абсолютно картонный. Максимальная скорость вперед 80 км в час, максимальная скорость движения назад 32 км в час. Мощность двигателя 86 лошадиных сил, а с учетом нашей массы удельная мощность составляет 30-22 лошадиных сил на тонну, благодаря чему наша ПТХ набирает скорость достаточно быстро и не особо ее теряет при подъемах. Наша пушка стреляет исключительно ПТУРами, имеется всего лишь два ПТУРа, голдовый и обычный. Обычный получил бронепробить 800 мм, а голдовый 1000 мм. Помимо этого есть разница по Альфе. У базового ПТУРа Альфа 1300, у голдового 1430. Время сведения у нас 1 секунда, разброс 0.26. Угол склонения и угол возвышения минус 10, плюс 10. Плюс угол поворота башни минус 45, плюс 45. То, о чем я говорил, башня, к сожалению, не вращается по всему радиусу, и к этому вам тоже необходимо будет привыкнуть. Время перезарядки в стоке составляет 25 секунд. За счет орудийного досылателя и улучшенной вентиляции, плюс перков экипажа, я смог уменьшить этот показатель до 18,7 секунды. Стоковый урон в минуту 3120. Что базовый, что голдовый ПТУР, имеют скорость полета 329 мм в секунду. Обзор нашего танка 590 метров. Что касаемо бонусов данной премиум машин, то бонус к серебру плюс 65%. Бонус опыта машины плюс 10%. Бонус опыта командира также плюс 10%. В целом танк получился достаточно токсичным. То, что он может упороться и ездить вокруг любого врага, при этом делать это достаточно продолжительно и не получая никого урона, потому что по нему действительно сложно попасть. Это напрягает. Но, как показывает практика, действительно результативно играть на этом танке могут не все. Их в первый день продаж было уже в рандоме достаточно много. Порядка вечером их было уже в боях 3 по 4 штуки в каждой команде. Но, как это часто бывает, результативно играл достаточно не каждый. Танк все-таки не прощает ошибок. Он достаточно легко умирает. Плюс эти же ПТУРы надо уметь еще и реализовать. Одно дело, вы гарантированно наносите очень хороший разовый урон по картонным цельм. Другое дело, когда вы стреляете по тяжам. В третьем периоде всадить ваш ПТУР даже с таким высоким бронепробитием по какому-нибудь тяжу без урона, это проще простого. А вот дать на фулочку, когда враг не подставляет корму, это уже дело не такое уж простое. В любом случае, для тех, кто любит ПТУРы и играет третий период, я думаю, этот танк обязательен к покупке. Во-первых, это будет фан-игра и ненапряжный фарм. Для всех остальных, возможно, потребуется время. Без опыта на танки с первого боя навряд ли вы заиграете. Но после десяточки каток, я думаю, вы уже с танком подружитесь. В любом случае, учитывая, что для третьего периода танки завозят обычно достаточно дорогие, то на старте самый дешевый пакет стоит 10700 золота, в целом приемлемая цена. К сожалению, те, кто сейчас выполняют сезон и получают тампер в свой ангар, появление этого танка будет как раздражитель. ПТХ из сезона для ПТУРа Везеля это достаточно лакомый кусочек. Так что можно сказать, благодаря этому дебют этого танка в рандоме более комфортный. Чего не скажешь про ПТХ из сезона. Особенно для тех игроков, которые благодаря тамперу впервые смогли попробовать и открыть для себя третий период. Народ, а у меня на этом все. Пишите в комментариях, понравилась ли вам данная ПТХа, планируете ли вы ее покупать. И какой примтанк третьего периода вы считаете для себя лучшим в плане фарма. Не забывайте подписываться на канал и прожать лайк под этим видосом. До новых встреч, всем пока!